Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас к книге пророка Амуса. Небольшая книга, которая входит в число 12 малых пророков. По сравнению с другими пророческими книгами, действительно, книга Амуса не так велика, включает в себя всего лишь 9 глав. Но вот прежде чем, собственно, обратиться к тексту, мне хотелось бы хотя бы чуть-чуть посмотреть на сам феномен пророческих книг Ветхого Завета, потому что здесь есть довольно много интересного и много поучительного. Во-первых, пророки как таковые в народе Божьем существовали, в общем-то, можно сказать, всегда, начиная с самых ранних времен еще до египетского рабства в сущности, а уж тем более начиная с Моисея и Аарона, череда пророков практически не пресекается. В исторических книгах, в хрониках, которые были составлены в эпоху плена, упоминаются целые плеяда пророков, чьи служения происходят одно за другим, и во многом мысль, задачи, интенции этих пророков сходна. Но вот где-то к середине примерно VIII века Дорожчества Христова появляется при ранних израильских царях вот такой очень своеобразный феномен, как пророки-писатели. Собственно, пророки – тексты проповеди, которых были записаны. Во-первых, нужно сказать, что почти наверняка записи были сделаны не самими пророками. Лишь изредка в отдельных случаях, возможно, кто-то из этих людей написал на папирусе то, что он перед этим произнес. Это, во-первых. Во-вторых, помимо тех, кто записывал эти проповеди, реже под диктовку, чаще все же по памяти, также существовали люди, которые составляли эти проповеди в книге, причем располагая их часто не в хронологическом порядке, а в том порядке, который в данном случае им виделся более правильным. Поэтому, когда мы говорим о пророческих книгах, надо иметь в виду, что эти книги являются своего рода результатом такого коллективного творчества. Исходным автором является пророк, который слышит Бога, и то, что Бог ему открывает, и то, что Бог повелевает ему сказать, пророк облекает в слова. Далее есть люди, которые фиксируют на папирусе или реже на пергаменте то, что они услышали. Дальше еще одна группа лиц – это так называемые боговдохновенные редакторы, которые, собственно, придают тексту более или менее окончательную форму. И нельзя еще забыть и тех людей, которые засвидетельствовали о пророческом авторитете этих книг и включили их в состав священного писания. Что, в общем, произошло в большинстве случаев через некоторое время после, собственно, проповеди того или иного пророка. Теперь я думаю, что достаточно важно для нас также с некоторым целомудрием относиться к тому, как вообще говорят пророки, потому что здесь бывают у них очень-очень по-разному. Кто-то из них слышит непосредственно прямо вот обращение Бога к Нему, которое звучит как голос ангелов в славе Божьей Иерусалимского храма, как Исаии Иерусалимский. Для кого-то, наоборот, какие-то вещи понимаются, и такое откровение становится своего рода инсайтом, когда человек настигает озарение, он видит на основании собственного опыта что-то в жизни, не так, как люди, а так, как Бог. Мы увидим это, например, в книге пророка Осии. Практически никто из пророков-писателей не является, скажем так, профессиональным пророком. Дело в том, что с момента, по крайней мере, с момента построения Соломонного храма, в нем существует такая своеобразная корпорация людей, как храмовые пророки, которые выполняют определенную функцию в богослужении, по-видимому, отчасти еще и поэтическим творчеством занимаются, и весьма вероятно в молитве пытаются отвечать людям на вопросы, которые они им задают. Но вот эти храмовые институционализированные пророки – это вовсе не те люди, от которых нам остались эти книги. Наоборот, мы увидим среди пророков-писателей, то есть тех пророков, от которых остались книги, и выдающихся политических или государственных деятелей, царедворцев и пастухов, вот как пророк Амос. Иногда это священники, но отнюдь не храмовые пророки. Достаточно разная судьба у этих людей, но вот все они, тем не менее, сталкиваются с тем, что их слово звучит и не очень доходит. И это, пожалуй, один из самых главных мотивов, почему они записывают текст своей проповеди. Более древние до эпохи пророков-писателей пророки, как Илья или Самуил или еще кто-то из более ранних пророков, судей Израилевых, говорят какие-то вещи, их слышат более или менее адекватно, что-то меняется в жизни. И в общем необходимости фиксировать это слово в сущности нет, потому что он достигает своей цели. Или вовсе не достигает. Но вот в восьмом веке, начиная, пожалуй, с Амоса, складывается ситуация, когда слово произнесено, оно очень важное, его невозможно игнорировать и забыть. Но в силу, может быть, самой организации, жизни политической, в первую очередь, организации, жизни избранного народа, слово пророка оказывается не то чтобы неуслышанным, непринятым без последствий. И более того, нередко и политическая, и религиозная власть говорят пророкам о том, что молчи, не пророчествуй. И не пускают их в те места, где пророческие речи могут быть услышаны. Соответственно, ничего не остается, кроме как записать их для будущих поколений. Потому что у пророка есть некоторая ответственность перед Богом произнести то, что ему поручено, произнести то, что ему Бог открыл. В частности, в книге пророка Езекиеля, жившего больше, чем на полтора столетия позже, у Езекиеля есть такое разъяснение от Бога. Бог говорит пророку, значит, вот есть беззаконник, вот есть мое слово, если ты его обличил, пересказал ему мое слово, то ответственность на нем, в этом беззаконнике, ответственность за то, обратился он или нет. А если ты ему этого не сказал, то ответственность на пророке, который не передал некое Божье откровение. Таким образом, основным мотивом пророков-писателей является вот именно этот факт, то, что на них возложена ответственность за то, чтобы передать, передать то, что говорит Бог. Более того, даже как все тому же Езекиелю Бог говорит, пойди и скажи им, будут они слушать или не будут. Будут они слушать или не будут. Ну и вот теперь обратимся к пророку Амусу, который тоже не был, конечно же, ни профессиональным пророком, ни храмовым, не относился к, по-видимому, уже существовавшим-то в те времена отдаленным подобием пророческих школ духовных. Вот его книга начинается словами слова Амуса, одного из пастухов фехкойских, которые он слышал в одни озии царя Иудейского и Иеравама царя Израильского. Итак, время – это приблизительно середина восьмого века до Рождества Христова, может быть, чуть раньше, там, конец первой половины восьмого века до Рождества Христова. Ну, в любом случае, за значительное время до 722 года, до разрушения Самарии. Ну, вот, можно условно считать середину восьмого века и, таким образом, относить книгу Амуса и самого пророка к первому поколению пророков-писателей, людей, которые исполняли свое служение Богу где-то вот в середине восьмого века до Рождества Христова. Тот, кто записывает или редактирует эту книгу, добавляет еще некоторые указания для датировки за два года перед землетрясением. Но, к сожалению, хроники, которые у нас есть, и летописи не дают нам возможности убедительно датировать перед каким именно землетрясением все-таки звучат эти слова. Начинается книга с перечисления нескольких таких обличительных стихов пророка, которые выстроены по сходной форме и обращены с обличением к разным окрестным государствам или окрестным народам. Это время, когда в Святой Земле сосуществует несколько разных народов и с государственной точки зрения известная раздробленность и какие-то такие крошечные карликовые или полукарликовые государства, вот как лоскуты на карте, в этом месте находятся. А вокруг располагаются гигантские империи. Это, во-первых, Египет, обладавший огромной мощью и, может быть, самая сильная и древняя и богатая держава того времени, а на севере от Палестины располагаются тоже через группу буферных мелких государств крупные империи в Ассирии, в Малой Азии и в Вавилонии. Там политическая карта несколько так мерцает. В то время пророк Амус, по-видимому, в Иерусалиме весьма, возможно, у стен храма в том месте, где собираются люди для молитвы, для того, чтобы участвовать в храмовом богослужении, слушать, в первую очередь, храмовых пророков. Вот в этом месте, где-то у подножия, может быть, Соломонова храма, который был весьма некрупным по своим размерам сооружением, вот где-то перед этой толпой на ступенях выступает пророк. И никого особенно это не удивляет. Пророки – феномен, хорошо известный в народе божьем, и, собственно, ничего необычного в том, что человек поднимается на ступень и начинает пророчествовать, вдохновенно произносить некие речи, чаще всего стихотворные, ничего удивительного нет. Удивительно в гораздо большей степени, что и как он говорит. Вот посмотрим. В первой главе проповедь начинается с того, что Господь возгремит в Сион и даст глаз свой из Иерусалима. Это вступление, составляющее второй стих. Вот форма, в которой пророк говорит о том, что все, что будет говориться дальше, это Бог, который дает голос свой из Иерусалима. Пророк в данном случае, собственно, посланник, посланник, которому поручено высказать то, что говорит, собственно, то, что исходит из уст господина. Далее пророк Амос несколько раз подряд говорит пророчество о разных окрестных народах или царствах, о Дамаске, имеется в виду, конечно, о дамасских царях и жителях страны той, о Газе, Тире, Едоме, о Манитянах, о Моаве. Разные вот такие вот небольшие окрестные народы. И по структуре обращений понятно, что у Бога есть обличение против этих народов, повинности, вина каждого из этих народов более или менее обрисована пророком Амосом. Так говорит Господь, начинается эта серия обличений, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его. Три или четыре в данном случае это такая поэтическая форма сказать о множестве преступлений. И так за каждому из этих народов за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, за три преступления Газа и за четыре не пощажу его, За три преступления едома, и за четыре не пощажу его. Вот, собственно, Господь говорит о том, что у этого народа, у этого царства, вот у этих людей есть множество преступлений. Это не три, не четыре, их не насчитаешься. И Господь говорит о том, что за эти преступления следует кара, наказание за те преступления, которые совершают эти языческие, подчеркнем, народы. И, в общем, слова «не пощажу его» чрезвычайно, на самом деле, важны для современного читателя. Потому что, ну, хорошо, мы, конечно, нам не нравится, когда Бог кому-нибудь говорит «не пощажу его». Мы боимся, что вдруг, а он и нам тоже скажет что-нибудь в этом духе. Да, ну, так надо тогда прислушаться, за что именно Бог не может пощадить, что, собственно, вменяется в вину всем этим народам. Смотрите, Дамаск. За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаат железными молотилами. Пророк говорит о том, что дамасские цари и их войска, и жители Дамаска, жители этого царства вместе со своими царями разгромили жителей Галаада и молотили железными молотилами, бесчеловечно уничтожая все на своем пути. Газа. За три преступления Газа, за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. Тир. За три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Дальше Едом. Он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем. Аммонитяне, потому что они рассекли беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. Таким образом, в этих обличениях есть некоторая, я бы сказал, общая формула, общая мысль. Ярость Бога, гнев Бога, тот, про который говорится «не пощажу его», разгорается на царства и народы, которые забывают о человечности, забывают о элементарной, самой элементарной, минимальной гуманности, о том, что нельзя уничтожать, мучить, угонять и грабить, и убивать людей. Нельзя и все. Обратите внимание, что это время, когда вовсе не существует международного права как такового, и никаких международных договоренностей о гуманных способах ведения войны не существует, и никаких ограничений воюющие стороны и в глаза не видели, совершенно не имеют в виду. Но пророк говорит о том, что тем не менее Бог категорически не приемлет этой бесчеловечности. Вне зависимости от того, являются ли эти народы участниками завета или не являются, они не являются участниками завета, вне зависимости от того, что им открыто в законе Бога или не открыто, а они, в общем, мало что знают и не могут ничего знать о законе Божьем. Тем не менее, существует некоторый уровень человечности, который обязателен для всех, вне зависимости от всех остальных исторических обстоятельств. Есть такой не вполне справедливый на самом деле принцип в человеческом праве, что незнание закон не освобождает от ответственности. И вот мы видим, пророк говорит о том, что незнание норм элементарной человечности не освобождает от ответственности. Ты не имеешь права ни при каких обстоятельствах не можешь быть кровожадным людоедом. Нет и все. И оправдывать себя, что там время такое, не мы такие, невозможно. Невозможно. Потому что вот они предали пленных едому. Едом был довольно жестокий завоеватель, и сбежавшие от едомских войск, от едометян люди попались в плен в тире, и тир их всех едому выдал на растерзание. Это бесчеловечно, это предательство. И Бог говорит этому самому тиру за три преступления тира и за четыре не пощужу его. Вывели всех в плен, чтобы предать их едому. Рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои, чтобы присоединить к своим землям еще некоторое количество территорий. Амонитяне убивали без жалости, убивали бесчеловечно, рассекали беременных в Галааде. И за это не пощажу их. На самом деле, чрезвычайно важно, конечно, увидеть Бога, который не соглашается на наше зверство. Не соглашается. И вопрос о том, что может быть какая-то польза, не знаю, там, исторический прогресс или что-нибудь еще от всех этих преступных народов может быть, этот вопрос не обсуждается. Бесчеловечность, варварство, вот такое кровожадное людоедство становится перед Богом неизвинилым преступлением, за которое не будет пощажен народ. Ну и вообще говоря, обратим внимание, что и впрямь никто из этих народов не избежал той страшной участи, которая возвещается им в пророчестве. Но есть и еще один очень важный момент в самой последовательности этих обличений. Но мы обратимся к этому, когда будем говорить о второй главе пророческой книги. Продолжение следует...